привет ребят меня зовут артем добро пожаловать на мой канал вы смотрите жизнь студента а Ребят, сегодня я расскажу вам про Кампус Иоанн, в котором я учусь. Мой университет насчитывает 4 кампуса, однако в Семене расположено 2. Один на острове, Кампус Семин и Кампус Иоанн. Сразу начну с того, что Кампус Иоанн довольно-таки большой, и поэтому студенты в основном передвигаются на велосипедах, электронных самокатах, электронных скутерах, кто-то передвигается на скейпбордах и даже есть те, кто передвигаются на роликах. Также можно снять в аренду вот эти желтые велосипеды. Я же предпочитаю ходить пешком, однако если выпадает возможность, я беру первый попавшийся свободный велосипед и еду, куда мне нужно. Также в Кампусе действует университетский автобус, на котором я не езжу, и шаттлы, которые курсируют между Кампусами. Когда я первый раз приехал в Кампус Иоанн, первое, что бросилось в глаза, это огромное количество растительности и деревьев. Наш Кампус насчитывает три столовые. Это основная столовая, в ней есть три этажа, и лично я предпочитаю ходить на третий этаж, где расположены ресторанчики провинциального типа, где можно купить себе любую еду на свой вкус. А это столовая, которая расположена рядом с нашими общагами. Практически ничего особенного, все то же самое, что и в основной столовой. А это учительская столовая. Также рядом со столовыми расположены некоторые забегаловки типа фастфуда, и можно купить что-то такое подобное. Это называется шоу-джуа-би. Основные ингредиенты это яйцо, мясо, салат, и мясо можно выбрать по желанию. Также любые соусы и другие любые специи, которые вы хотите. Также на территории кампуса есть магазины, где можно купить нарезанные фрукты, что очень удобно. Цена нарезанных фруктов исключительно по весу, поэтому вы можете класть себе все, что вы захотите. Также те вещи, которые нельзя купить на территории кампуса, всегда можно заказать на Таобао. Посылку доставят вам в почтовый пункт выдачи рядом с вашим адресом, где вы сможете ее взять. На территории кампуса расположен спортивный комплекс. В нем находится спортзал и два бассейна. Один поход в бассейн стоит 2 юаня. Также на территории кампуса расположено два стадионных поля, очень много площадок для баскетбола, тенниса, волейбола, и даже есть корт для гольфа. Для тех, кто не предпочитает ходить в зал или заниматься другими видами спорта, можно заниматься на турниках. А вот, собственно, школа, в которой я учусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это наша библиотека. Библиотека оборудована всем, что необходимо студенту для учебы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На территории моего кампуса расположено три типа общак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этих общагах живут как китайцы, так и иностранные студенты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это наш подъезд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также на первом этаже расположены стиральные машинки, где любой студент может постирать свою одежду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно, в каждом общежитии есть вот такие аппараты с горячей бесплатной водой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, на сегодня у меня всё. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Если вы хотите побольше узнать о жизни студентов в Китае, я оставил несколько ссылочек моих друзей. Тоже подписывайтесь на их каналы и следите за новостями китайских студентов. А на сегодня у меня всё. Ещё услышимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!